17 февраля 2018 года Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. Первые подарки он получил еще за два месяца до этого, когда был признан лучшим боксером года во всех престижных опросах. К 30 годам Василий выиграл очень многое, но не все. Например, еще не стал абсолютным чемпионом мира. Ему есть к чему стремиться. Естественно, каждую пробежку ты просто думаешь уже о том, что ты мотивируешь себя своим боем. Тебе в голову залазит твой соперник, и вот он на протяжении всей пробежки наступает тот момент, когда тебе тяжело, и в тот момент, когда тебе тяжело, ты начинаешь о нем думать, и тебе облегчает жизнь вообще, процесс тренировочный, потому что ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Во время той осенней пробежки Василий думал о Гильерме Ригондо. В бою с кубинцем он подведет черту всему, что сделал в течение года. Какой она будет? Ломаченко Ригондо Ломаченко Ригондо Бой действующих чемпионов мира. Мегафайт для зрителей и специалистов. И обычный поединок для Василия. Он назвал его рядовым, просто очередным в списке. Ломаченко понимал, что в любом случае найдутся те, кто скажет, что он побил маленького и возрастного боксера, хоть и двукратного олимпийского чемпиона, и седьмого номера в списке паунд-фо-паунд на тот момент. В 2017-м Ломаченко провел три защиты титула. Все односторонние. Соперники отказывались продолжать бой. Он стал лучшим боксером года во всех самых авторитетных опросах. По версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, журнала The Ring, телеканалов HBO и ESPN, а также нескольких специализированных сайтов. Успех и признание Василий разделил вместе со своей командой. Самая большая – это, конечно, американская боксерская журналисты, Ассоциация журналистов американского бокса, которая пишет, они признали Васю боксером года. Так что не только Васю, скажем, они признали в этом году, были признаны, мы, как в боксе говорится, трипл-хеддед. То есть мы сделали всю тройку. Меня признали менеджером года, Васю боксером года, Антон Николаевич, тренер года. Такое последний раз было только в 92-м году у Ридик Болф. Команда, в которой все трое стали лучшими. За четыре дня до боя Ломаченко-Регондон трое тогда еще будущих лауреатов посетили зал Мендес-боксинг. Когда-то в нем тренировались величайшие боксеры. Теперь топ-бойцы здесь появляются лишь на медиа-тренировках. В свое время на статус великого претендовал и Гильермо Ригондо, один из сильнейших боксеров-любителей в истории. В профи он тоже стал чемпионом, но не звездой. Из-за скучного бокса кубинцу охладели и промоутеры, и зрители. Бой с Ломаченко последний шанс это изменить. Зал Мендес-боксинг уже знаком Василию. Здесь Ломаченко проводил медиа-тренировку перед боем с Мартинесом. публики стало прилично больше. И украинец снова удивил ее чем-то особенным. В прошлый раз он ходил и прыгал здесь на кулаках. А теперь в его руках прямо-таки пела скакалка. При желании Ломаченко мог бы превратить эту тренировку в настоящий спектакль. Его отец постоянно придумывает что-то новое. И так уже более 20 лет подряд. Играет музыка Я уже считаю, что я там все знаю и пытаюсь там уже умничать, но он говорит, да все элементарно и просто, ты знаешь как, делай. Я, говорит, буду сидеть и время засекать там, то есть ты знаешь, как тренироваться, давай. И тут, когда наступает тот момент, когда ты вроде как знаешь, что делать, вроде как 20 лет ты делал, ты работал, ты знаешь, какая работа уже. Ну вот если взять и самому спланировать тренировочный день, ты рассыпаешься просто, ты понимаешь, что ты ноль вообще в этом движении, ты просто ноль. И тогда наступает момент, когда ты говоришь папе, что слушай, я погорячился, я там штангу дал, давай, давай, это вот. Будем продолжать дальше работать вместе, потому что у меня там были моменты, когда мы там могли месяц не разговаривать и я там вроде пытался сам что-то делать, умника из себя клеить. А в конце концов я приходил к тому, что лучше него никто не может продолжать меня создавать. Были моменты, когда я просто чувствовал, что мне не нужно делать то, что он дает. Оно мне никак не поможет в бою. Допустим, когда ты стоишь 40 минут и жонглируешь просто, и это тренировка у тебя, ты начинаешь задумываться о том, куда готовимся. Мы к бою в ринге готовимся, либо мы готовимся на цирковую арену. Я как бы достаточно вспыльчивый, я там, нет, я терплю-терплю, но наступает момент, когда я просто говорю, да зачем это все нужно, говорю, да ну, когда это происходит там, там, на протяжении недели три раза в неделю, и это якобы полноценная тренировка, когда ты жонглируешь мячами, потом просто ловишь монетки, это тренировка около часа выходит. Ты думаешь, я профессиональный боксер, а я тут стою, монетки ловлю, жонглирую мячами. И здесь я закипал, и вот на этом, вот на таких моментах у нас происходили надрывы. Но потом, когда я приходил и признавал свою неправоту, он садился мне, объяснял, для чего это делается, и как он это видит. Результат налицо. Не важно, какой тренировочный процесс, не важно, как ты тренировался, как ты готовился, это знаю только я, там и отец, и команда. Все бои показывают, что он двигается в правильном направлении, и я выполняю правильную работу. Если бы я смог сделать так, чтобы его отец давал уроки тренерам здесь, в Соединенных Штатах, я бы тогда получил очень много хороших специалистов-тренеров. Я еще не видел тренера настолько хорошего, настолько опытного и прогрессивного, как Анатолий Ломаченко. Этот человек, безусловно, гений, без всяких вопросов, а я нечасто так выражаюсь. Отец Ломаченко редко общается с журналистами. За обоих приходится отдуваться Василию. Чем дальше, тем чаще и дольше. Популярность хай-тека растет с каждым выигранным им боем. Интервью, автографы, просьбы о совместном фото. Он стал по-настоящему узнаваемым в Америке. А это значит, что и во всем боксерском мире. Теперь портреты Ломаченко пишут не только на холстах, а и на спинах. Внимание началось за неделю до боя. В основном все знают, кто увлекается боксом, что все бои раскручиваются за 2-3 месяца, все мегафайты. Проходит масса туров, пресс-конференции в разных городах. Освещают бой, предстоящий. У нас же только вот, когда мы прилетели в Нью-Йорк за неделю до боя, в последнюю неделю, конечно, они сделали ударную. Максимум приложили усилий и максимум внимания обратили на наш бой. График пребывания Ломаченко в Нью-Йорке был расписан по минутам. С теми же журналистами он общался и на официальных медиасобытиях, и в неформальной обстановке. Перед пресс-конференцией в Мэдисон-Сквер-Гарден журналисты подходили к Василию один за другим. Это было похоже на конвейер. И каждый интересовался, что со зрением? Захотелось немного внести какой-то загадки людям, которые увлекаются моим творчеством, которые любят то, что я делаю в ринге. И понятно, что после того, как они увидят меня в очках, сразу же задастся вопрос – «Зачем? Для чего? Почему?». Со зрением у меня все в порядке. Я просто решил помтануться, что это, знаете, какой-то профессор, вроде как какой-то профессор, который будет принимать экзамен у студента. Василий Ломаченко – самый великий боксер со времен раннего Мухаммеда Али. Среди всех, кого я видел в своей жизни, нет никого, кто даже близко может сравниться с ним по уровню навыков, техники, отношения к делу. Боб Арум является промоутером и абсолютного чемпиона мира Терренса Кроуфорда. Он – прямой конкурент Василия и в списке Pound for Pound, и в рейтинге самых ярких звезд промоутерской компании Top Rank. На пресс-конференции и взвешивании Кроуфорд наблюдал за конкурентом очень пристально, даже с некой ревностью. Гал Гильямо Рингондау вважает. Какой чемпиона мира, борется в Акерман, Украина. 9-1, 7 КО, высокая скорость, высокоположная, высокотеха. Василий Ломаченко на сцене. 129. 129. For the 2008 Olympic gold medalist, Beijing, 2012 London Olympic gold medalist. Amongst two divisions, более чемпиона, прежде чемпиона. Junior, лета, лета, лета. Okay, turn around, face the cameras, players. Яркий последний сон мне снилось насчет Регонды, насчет боя с Регондой. Мне снилось, что я там выигрываю, и так достаточно ярко и красиво, но я не могу сказать, что это было. Мне приснилось так, как было в бою, там какие-то были свои нюансы, я их сейчас не вспомню. Ну вот я точно запомнил, что у меня был сон перед боем. Я очень часто думал об этом бою, я очень часто думал о сопернике. И вот на этой эпохе мне несколько раз снились сны о нашем поединке. День боя был и впрямь словно превратившийся в реальность сон. Или даже как яркая рождественская сказка. В Нью-Йорке выпал первый снег, и центральные улицы города заполонили толпы Санта-Клаусов. Эй, как ты делаешь? Великолепно в Нью-Йорке. Как ты делаешь? Это Санта-Кон, ежегодный фестиваль Санта-Клаусов. Благотворительное мероприятие в форме коллективной гулянки и попойки. Тысячи ряженых путешествуют от бара к бару. И по ходу дела как-то умудряются собирать деньги на нужды малоимущих и бездомных. На и без того суматошном Манхэттене в тот день наблюдалось натуральное сумасшествие. На родине Василия традиции рождественских праздников другие. Уже 10 лет подряд боксер на крещение окунается в лимане. Трижды подряд, как и положено по обычаю. Это традиции его веры, его родной земли, куда Василий возвращается после каждого заокеанского поединка. Второй раз в карьере Ломаченко дрался на арене театра Мэдисон-Сквер-Гарден. До этого он здесь уже давал представления, нокаутировал Мартинеса. Известно, что будет аншлаг. И понятно, что пять с половиной тысяч человек снова ожидают от Лома зрелища. В этот раз на форме Василия написано именно это слово. Лома – это одно из нескольких неофициальных прозвищ и самое понятное – простое сокращение от фамилии. Лома – так к боксеру обращался и рефери, который перед поединком провел в раздевалке обязательный инструктаж. – Интерв수가 press reptdened на лома investigator. Наверное, уходим на Lydia сlad트를 тачка, судем на еёchet прозвищ и Affairs theor mag� Rubin. – Есть.le он отвращивается, и технически начинается оптаститься. – И, если он пойдет то, что главное я вам не стихом по設け nochmal кубу along, и, возможно, вам не не отк от Земли. – Участ kitchen, если он выполнит, качанныйger человек, – знали в него приходится гадать нибудь. – А если головой вперед… –… – Чтобы спать Asia украфт поさутора! вопрос о линии ниже которой бить нельзя похоже застал рефери врасплох здесь или может здесь в общем сам ты знаешь до выхода в ринг осталось совсем немного времени ломаченко ненадолго ушел в себя а потом поработал с отцом на лапах они как бы уединились в тесной заполнена людьми раздевалки не замечая вокруг никого и ничего они общались без слов жестами взглядами это было похоже на безмолвное напутствие for the first time two fighters each one a two-time olympic gold medal champion are about to face each other this is loma versus rigo this is the main event 12 rounds of boxing for the wbo super featherweight championship of the world произойти и поэтому это не для меня не было никаким сюрпризом ничего не почувствовал единственное что конечно все вот эти но массы они немного до конца все-таки не дают раскрыться я считаю что но масс это намного круче чем нокаутировать то есть как сказал теди атлас вася как в кунг-фу он достает вытаскивает и заставляет его остановиться прямо в углу на прямо прямо на табуретке когда он сидит он говорит нет на ума с я больше не могу чаткой я сам был удивлен когда силе достал эту корону и надел меня на голову ну меня это конечно она меня расстроила потому что такие вещи это не это не для моего наверное воспитания начнем с этого что сисилия вырос другой стране с другим менталитетом и сисилия сделал очень огромную ошибку я думаю что он как бы решил это сделать я сразу же моментально я начал снимать просто я не мог и захватить а хорошо что папа быстро сориентировался снял как всегда анатолий николаевич провел такую буквально двухсекундную работу что корона сразу исчезла корона от своей команды субъективно и нескромно все это ломаченко неприятно он воспитан по-другому официальный трофей василий получил уже на следующий день на специальном ужине состоявшимся в нью-йорке солидные мужчины смеха ради падали перед боксером на колени а также уже без всяких шуток вместе со своими спутницами выстраивались в колонну за автографом и совместным фото был там и известный тренер и эксперт тэдди атлас который более 10 лет назад посоветовал менеджеру эгису климасу присмотреться к тогда еще совсем юному боксеру если в сша ломаченко пока известен преимущественно в боксерской среде то на родине его популярность и узнаваемость действительно всенародная на каждом публичном мероприятии с участием василия собирается ровно столько людей сколько вообще может уместиться в зале и на его подходах отец ломаченко всегда держится в тени сына анатолий николаевич не любит внимание публики она здесь конечно попроще чем на заокеанских званых ужинах но и там и тут люди ведут себя одинаково очередь за автографами и фото на родине гораздо больше чем в америке случается что эта часть мероприятия длится дольше вступительной речи василия его ответов на вопросы но сидит подписывает улыбается в камеры такова цена популярность а вообще-то публичность его немного тяготит так воспитан да и просто любит спокойствие даже хобби выбрал такие в которых важна тишина после боев василий как можно быстрее возвращается в белгороднестровский и сразу же идет на рыбалку или охоту в последнее время предпочитает именно ружье сам процесс нравится сам процесс нравится подготовка нравится момент когда ты ложишься спать и понимаешь заводишь будильник и тебе там через три-четыре часа вставать на охоту нравится вот сам этот момент и ты просыпаешься начинаешь загружать машину там вещами едешь вот вот этот весь процесс который длится и плюс плюс охота ну вот наверное сам процесс приносит удовольствие вернувшись домой после боя с ригондо василий сразу же поехал с приятелями на охоту тогда добыли дикого кабана охота как собственно и все чем он занимается возбуждает василий азарт и обязательное желание победы есть у ломаченко такая черта регулярно доказывать себе что ты лучший я как а то а а а и и и и и и и и Три куска, лидов. 30-летний мужчина. Отец двоих детей. Популярная личность. А иногда ведет себя словно мальчишка. Популярная личность. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...